Здравствуйте, меня зовут Ева Лехцер. Рада приветствовать всех, кто звонил на мой канал. В данном видео выполняю расклад по вашей просьбе. Скажу честно, для меня это новинка, но так как вы просите, буду для вас выполнять тороскопы понедельные. В данном случае выполним тороскоп для всех знаков зодиака с 13 августа по 19 августа 2018 года. Что я буду выкладывать, что я буду смотреть. Безусловно, тайм-код я здесь пропишу. Вы будете видеть, где какой знак зодиака. На каждый знак я буду выкладывать по 3 карты. Позитив недели, негатив недели и совет от карт для вас. Хочу вам напомнить, что работаю я как на прямых, так и на перевернутых арканах. Это не значит, что у меня в колоде все перевернутые карты. Давайте посмотрим, что у вас не возникало со мной. Пусть как прямые, так и перевернутые. То есть, если в вашем варианте падают одни перевернутые, значит такой информационный поток. Работаю я сегодня с повседневной второй ведьм. Очень замечательная колода, очень красочная, очень добродушная. Я надеюсь, что она покажет вам только позитивные моменты. Напоминаю, что расклад общий, выполняется для широкой аудитории. Поэтому посмотрите не только по знаку своего зодиака, но и по знаку своего асцендента. Итак, начинаем. Начинаем, как всегда, с овнов. Итак, овны. Позитив недели, негатив недели, совет от карт. Итак, позитив недели. Здесь у вас падает туз кубков. Карта новых возможностей, новых перспектив, влюбленностей. Для кого-то ситуация зачатия, либо наоборот ситуация деторождения. Новые проекты, новые идеи, творчество. Либо для кого-то ситуация примирения, если вы были в ссоре. По тузу кубков, все, что идет на эмоциях. Всплеск радости, всплеск каких-то ярких чувств, ярких красок. То есть для вас эта неделя ознаменуется именно такими событиями. Вы будете на коне, вы будете счастливы. Даже если будут какие-то незначительные огорчения, все равно по тузу кубков эмоции возьмут свое. Какой же будет негатив недели? Ну, по негативу недели, я могу вам сказать так, дорогие мои. Либо все-таки у вас будет ситуация зачатия, если вы женщина, либо ситуация деторождения. Кстати, у мужчин тоже может родиться, да, ребенок. Либо в плане негатива по карте дурак. Для вас это будет какое-то безрассудство. То есть это у вас, знаете, как... Больше идет именно все-таки по отношениям, по эмоциям. Новые отношения, которые для вас там безрассудными, бесконтрольными. Вот знаете, вомут с головой. Здесь может быть именно так. Или же негативом. Здесь может случиться новое дело, в котором у вас абсолютно нет опыта. Это единственный, скажем так, аспект, который может указывать на негатив по старшему аркану. Шут или дурак. Когда вы абсолютно неопыты в новом деле, в новом вопросе. И знаете как? Рискуете. Пытаетесь прыгнуть с пропасти. Идете на пролом. Ну, давайте же посмотрим в качестве совета. О чем же могут вам сказать карты? Что они вам советуют? Ой, ну по королеве кубков, но здесь даже животик нарисован. Я искренне поздравляю тех, кто хотел зачатия. У кого действительно осуществится ситуация рождения ребенка. Пусть для вас это будет самая-самая замечательная яркая неделя. Для многих также это будет ситуация рождения какого-то нового проекта. Который вы идете, знаете, как закрыв глаза. Но тем не менее для вас это будет вот нечто новое, нечто неожиданное. Для многих, безусловно, это знаменуется как декретный отпуск. Либо же здесь в целом еще, знаете, как может проиграться? Как неожиданная поездка на отдых. Да, вот знаете, сорвались, даже вплоть до того, что там нашли себе какого-то незнакомца по интернету. Сорвались и поехали в отпуск. Отпуск, приятное времяпрепровождение и так далее. Поэтому, как говорят карты с позиции совета, отбросьте все свои эмоции, позвольте себе расслабиться, отдохнуть и восстановиться. В первую очередь эмоционально. Чего я вам истинно и желаю. Так, замечательная неделя у Овнов. Пусть она, наверное, так и проиграется. Так, давайте смотреть, что же здесь будет у Тельцов. Так, позитив недели, негатив недели, совет от карты. Так, позитив недели, ну давайте смотреть. Позитив недели, ну смотрите, это знаете, как вялотекущая обстановка. Перевернутый старший арканцуз, чтобы все застопорилось и не двигаться так, как вы хотели. Но стабильность это тоже, по сути, хорошо. Потому что здесь, вы знаете, как, ну Тельцам это свойственно. Крайне консервативные, не готовые на какие-то инновации, что-то менять в своей жизни. Но в чем-то для вас это может обернуться и в плюс. Поэтому, как говорит карта, никаких значимых перемен здесь не будет. Единственное, что здесь для некоторых, это совсем для единиц, по перевернутому суду может произойти как ситуация, либо разрыва связи с кем-то, либо какие-то судебные процессы, которые для вас могут затянуться. Для кого-то это может быть разрыв старых, уже знаете, таких вот токсичных отношений, можно назвать их так. Потому что перевернутый суд, это, как правило, карта разрыва. В чем же негатив недели заключается? Так, давайте смотреть, девятка мечей. Это ваши необоснованные страхи. Возможно, именно по этому поводу. Либо по поводу судебных каких-то дел, либо по поводу разрыва с кем-либо отношений, да, либо по ситуации застой. Когда вы не знаете, как эту ситуацию разрулить, в каком направлении вам двигаться. Кстати, здесь могут еще быть переживания по поводу каких-либо бумаг. Это может связано не только быть с судом, это может быть с финансовыми организациями, это страховыми, вот какие-то перипетии. И что же в качестве совета вам здесь падает? Так, здесь у нас падает перевернутый король мечей. Давайте покажу вам прямую положение, чтобы было понятно. По перевернутому королю мечей это та самоедство, та агрессия, которая направлена во внутрь вас. То есть мало того, что вы нагнетаете обстановку, так вы еще и усугубляете ситуацию. То есть знаете, накручиваете тебя сверх лишнего. Как говорит карта, вот этим вы не поможете. Да, единственное, что советую перевернутый король мечей, это знаете как, действуйте с трезвым, холодным умом, с точным расчетом. Отсекайте все ненужное, как бы ни было это болезненно. Потому что, знаете, трезвый расчет лучше, чем какие-то иллюзии. И впоследствии это принесет только вам позитивные моменты, либо знаете, когда вы забавляетесь от каких-то обременительных ситуаций, вы тем самым увлегчаете себе жизнь. И самое главное, не надо заниматься самобичеванием и самоедством. Это вам не поможет. Так, давайте смотреть, что же у нас здесь будет у близнецов. Так, подскажите, вы все подскажите. Итак, позитив недели, негатив недели и карта советов. Так, ну что же, дорогие близнецы, что же у вас здесь? Позитив недели. Ой, ситуация искушения у вас будет, чем это конкретно. Не важно, чего это касается. Отношений, финансов, в плане работы, либо какой-то, знаете, по дьяволу здесь же все может проходить. Не только отношения, но и деньги. Это, знаете, какой-то сомнительный бизнес. Либо, знаете, по дьяволу можно есть какую-то кабалу, ну не знаю, там взять кредит, там, ипотеку и так далее. То есть, то, чего очень сильно хочется, вы понимаете, что не нужно. Но вот тянет как в пропасть. Но для вас иногда, как вы знаете, карта. А может все-таки стоит закрыть глаза, да, и пуститься во все тяжкие. Ну вот по дьяволу есть, это как бы позитив недели у вас. Так, что же с позиции негатива? Ой, с позиции негатива вот вам будет у вас товарищ искуситель, король жезлов. Если вы женщина, то попадется такой мужчина, либо развитие отношений с ним. Если смотрит мужчина, то здесь вас может подбивать на какие-то деловые взаимоотношения, в плане работы и так далее. Товарищ, да, предлагать вам какие-то сомнительные деньги. Либо сомнительные сделки, которые могут вам обещать большой куш, но вместе с тем самым вы понимаете, что бесплатный сыр только в мышеловке. Здесь вот эти вот шагные деньги, либо быстрые деньги могут вам в перспективе чем-то окунуться. Так, ну из позиции совета, о чем говорят карты? Не ведите себя легкомысленно, потому что все-таки карта дурак, это карта начала, нового проекта, новых перспектив. И да, вот вы здесь на обрыве, нужно шагнуть в пропасть. Ну давайте посмотрим, все-таки стоит ли вам это делать, потому что дьявол карта такая довольна. Вот карты, вот видите, перевернутые, не рискуйте, обдумайте, потому что по дьяволу можете влезть в какую-то кабалу, из которой потом очень долго не выберетесь, чего бы это ни касало. Бизнеса, работы, взаимоотношений, либо каких-то кредитов, задумайтесь, долго будете потом выгребать. Так. Дальше. Что же у нас там дальше? Наши любимые раки. Так, раки, что же вас ждет? Позитив недели, негатив недели и совет от карты. На позитив недели, королева жезлов. Ну здесь, смотрите, поскольку карта все-таки не ваша, указывает либо на вашу повышенную энергичность, работоспособность. Знаете, вот когда вы, как Юлий Цезарь, делаете несколько дел одновременно, у вас все получается. На все хватает энергии, запала, профессионализма. По королеве жезлов здесь может быть помощь от этой женщины, либо неделя пройдет под гидой и влиянием этой женщины. Не знаю, мама, родственница, коллега. Ну то есть здесь однозначно будет взаимодействие с женщиной, огненной стихией. Это овен, лек или стрелец. Оно для вас окажется позитивным. С позиции негатива, что у вас здесь? Не занимайтесь ошельничеством, не ведите аскетичный образ жизни, выходите в люди. Потому что здесь, я понимаю, что вы, возможно, ищете какой-то путь, либо занимаетесь самоанализом, но сейчас не время. Сейчас, знаете, какое железо пока горячо. Особенно если у вас есть хорошая работа, неприбыльный бизнес. Самое главное на данный момент его разогреть, подбросить жару в костер. И с позиции совета, о чем говорят карты. Вот, видимо, что-то вас очень сильно огорчает. Десятка мечей, карта тяжелого окончания, карта кризиса. Но вы видите, что вот даже за любым окончанием появляется новый рассвет. У вас все впереди, и вот эта женщина вам поможет, чего бы это ни касалось. Отношений, работы, какого-то кризисного состояния. У вас здесь есть поддержка, у вас здесь есть опора. И, соответственно, по этому аркану этот затяжной период у вас пройдет. Так, дальше смотрим. Левята наши. Так, позитив, негатив и совет. Итак, львы. Позитив недели. Так, перевернутая восьмерка жезлов. О чем говорит карта? Ситуация ступора. Либо в делах, либо в плане поездки, либо развития каких-то ситуаций. Может, даже в личной жизни. Но для вас это окажется позитивом. Почему? Потому что даст вам возможность что-то переоценить, переосмыслить, доработать. Либо есть возможность что-то исправить, либо улучшить. Сделать какую-то гармонизацию в плане отношений, либо улучшить качество вашей работы, либо повысить профессионализм. Поэтому это, знаете, вот как раз про вас пословица. Все, что не делается, все к лучшему. Не гоните лошадей. Вам это свойственно. Потому что основной девиз львов. Хочу все сейчас и сразу. Какой же негатив у вас будет на этой неделе? Здесь у нас падает перевернутый пожезлов. Но по этой карте. Либо какое-то скрытое сообщение. Вы не знаете от кого. Вам очень хочется узнать. Либо, скажем так, не то что неприятное сообщение. А как же правильно вам это озвучить? Но вот та информация, которую вам донесли, не так, как бы вам хотелось. Либо какие-то вот препятствия в получении сообщений. Но это не повод расстраиваться. Потому что в целом по этим картам, как говорят перевернутый пожезлов, чего бы это ни касалось, работы или отношений, это что-то в непривычном формате. Такого у вас ранее не было. Что заставит вас перезадуматься. Из позиции совета. Здесь у нас падает перевернутая пятерка пентаклей. Простите, перевернутая четверка пентаклей. Это выход из состояния, вот знаете, как застоя. И вот сейчас я вам покажу карту в прямом положении. Вот вы тут как плюшкин сидите. Все мое никому не отдам. То с позиции совета, как говорят карты, не занимайтесь вот этим вот накопительством. Когда вот все сам, все сама. Чего бы это ни касалось. Отношений, финансов, работы. Не нам нужно все абсолютно самой контролировать или самому. Или научитесь делегировать свои полномочия, свои дела другим людям. Потому что я понимаю, что у вас позиция, хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Но это не совсем верно. Потому что вы тем самым, знаете, как занимаетесь какой-то стагнацией. Все ввешиваете на себя, а потом это не тянете. Потому что энергии на все не хватает. И соответственно, это у вас все стопорится. Кстати, по перевернули четверки Пентакли. Для кого-то это может быть либо тайный, либо неожиданный подарок. Так что еще вот такой вот момент. Так, давайте смотреть дальше. Что же наши девы? Что же вас ожидает на этой неделе? Позитив недели. Негатив недели. И совет от карт. Так, позитив недели. На позитив недели у вас здесь падает пажмичи. Карта каких-то деловых переговоров, сделок, подписания договоров. Это в целом карта сбора информации. Потому что это карта ментала, которая отвечает на звонки, сообщения, переписки, сбор информации. Когда вы желаете прощупать почву, собрать абсолютно все, что вас интересует по какому-то значимому для вас делу. Либо же в целом это карта девушки, либо юноши молодого, с которым у вас будут общие интересы. Какой же негатив недели у вас здесь падает? Так, ситуация застой, что не все так движется быстро, как бы вы этого хотели. Но тем не менее, сейчас у нас очень много планет еще в ретроградном положении. Пять планет. Поэтому дожидайтесь конца августа. Все стабилизируется. Не гоните лошадей всему свое время. Из позиции совета здесь у нас падает перевернутый паж жезлов. Ну вот, карта каких-то неожиданных сообщений. Либо не вовремя поступающая информация. Либо какая-то неверная информация, которую придется перепроверять. Хочу сказать, что неделя для вас не является значимой, либо какой-то переломной. Это знаете, как спокойная, проходящая неделя. Но тем не менее, это тоже хорошо, чем какой-то вот негатив, да? Пусть лучше спокойно, устаканено, чем какие-то глобальные потрясения. Итак, весы. Что же вас ожидает на этой неделе? Позитив недели, негатив недели и совет от карты. Так. На позитив недели вам здесь падает рыцарь кубков. Ну, боже мой, ну, признание в любви, какие-то эмоциональные, сердечные переживания, либо примирение, если вы были в ссоре, либо в целом новый мужчина на пороге. Это все, что связано с эмоциями. Либо романтическая поездка, путешествие, либо получение неожиданного известия, приезд, звонок. Ну, то есть все, что вас очень сильно порадует. С позиции негатива, что у вас здесь, здесь эмоциональное, либо физическое истощение, перевернутая сила. Когда, например, знаете, как не совсем это своевременно, потому что вы сейчас, например, можете быть расклеены, либо уставшие от работы, либо физически измотаны. Но, тем не менее, вас это очень сильно порадует. С позиции совета, что вам говорят карты, восьмерка кубков. Ну, это карта ухода, либо карта путешествия. Возможно, в связке карты вам говорят о том, что пора бы вам восстановиться, пора бы вам уехать в какой-то отпуск, в какое-то путешествие, где вы сможете восстановиться эмоционально. Видите, тут эмоции льются через край. Вам нужно именно эмоциональное восстановление, отдых. Это, знаете, повышение тонуса вашего здоровья. Если у вас таковая возможность есть, хотя бы на день, на два, сделайте себе такой вот уикенд. Отдохните, восстановитесь. Для вас это будет очень значимо, очень продуктивно. Теперь у нас следующий Скорпиончик. Ну, давайте смотреть, что у вас. Так, позитив недели, негатив недели, совет от карт. Так, на позитив недели. Ну, это свойство на Скорпионом. Мак. Карта контроля, карта управления, сам себе хозяин. Полностью курируйте ситуацию, манипулируйте людьми, двигайтесь к вашей цели на пролом. Называется, вижу цель, не вижу препятствий. Это вам свойственно, потому что, как правило, если Скорпионы чего-то хотят, они обязательно этого добиваются. Здесь четко, скажем так, я не вижу, чтобы в неделе принесла вам сюрпризов, потому что здесь вы все курируете, все контролируете, держите под своим неусыпным наблюдением. С позиции негатива, о чем вам говорят карты, пашкубков. Ну, хочется эмоций, хочется, знаете, как-то плюнуть, например, на работу, на ряд обстоятельств, заняться творчеством. Вот эта раслябанность может немножечко на вас повлиять, когда, знаете, хочется новых красок, хочется творить, любить и отвлечься от основного. Но, тем не менее, вам это не повредит. Наоборот, мне кажется, даже с позиции вот этого вот негатива даст вам какую-то почву, новый старт. И в плане совета, о чем вам говорит карта, здесь у нас падает перевернутый туз мечей. А вот здесь, как говорят карты, эмоционально не впадайте в какие-то краткости, особенно если это касается отношений. Наоборот, проясните ситуацию, расставьте все точки над «и», если вас что-то смущает. Поговорите, учитесь разговаривать. Вот скорпионы, они такие молчуные, как правило, в себе замыкаются и крайне редко показывают свои эмоции. А эмоции-то кипят, эмоции-то бушуют. Так вот, дайте им выход. Учитесь разговаривать, учитесь делиться, проговаривайте все, что у вас тревожит. Не важно, в коллективе это рабочим, либо это в семье, потому что вот эти ваши эмоции, они потом вам идут обратной энергией, когда вы все в себе переживаете, это работает против вас. Так что, так, неделя для вас позитивна, негатива здесь я не вижу, сейчас, собственно, и поздравляю. Дальше, стрельцы. Позитив недели, негатив недели, совет от карт. Итак, на позитив недели, что же вам падает? Замечательно, перевернутая восьмерка мечей, это называется развязать себе руки, выйти из ряда сковывающих обстоятельств, чего бы это ни касалось, домашних хлопот, проблем, проблем на работе, либо проблем в взаимоотношениях, это когда, наконец-то, вы сможете с облегчением вздохнуть и сбросить в себя груз каких-то обязательств, которые вас очень долго тяготят. С позиции негатива, о чем говорит карта, перевернутая башня, вот, наконец-то, тот негатив, который был, он у вас уже отошел, миновал кризис, и вот теперь вы сможете спокойно что-то выстраивать, что-то планировать, чего-то достигать. Вот сам какой-то кризис, он у вас уже отходит. Ну и, по сути, скоро закончится парад ретродавных планет, и вот этот у вас негатив будет сходить на нет. И с позиции совета, о чем вам говорят карты, здесь у нас падает перевернутый король мечей, не занимайтесь самоедством, не допускайте какой-то агрессии, ни на работе, ни в плане общения с близкими, потому что это потом сыграет против вас. Как бы вы ни были эмоциональны, как бы вы ни были напряжены, постарайтесь контролировать все то, что вы говорите, потому что по королю мечей это именно ментал, да, то, что вы сказали, не подумав, а потом об этом пожалели. И в плане негатива, да, может каким-то образом усугубить вашу обстановку, либо на работе, либо в семье. Поэтому здесь вам нужно именно фильтровать, что вы говорите. Стрельцам, поскольку вы огненные стихии, это свойственно, знаете, в запале сказали, а только потом подумали. Ну, ничего страшного. Так, давайте смотреть дальше. Козероги. Что же ожидает козерога? Итак, козерожки. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. На позитив недели, давайте смотреть. На позитив недели у вас, кстати, падают кардинальные перемены. Ситуация трансформации. Чего бы это ни касалось. Работы, финансов, личных взаимоотношений. Здесь либо будет с позиции отношений, да, то переход ваших отношений на новый уровень, либо разрыв. Если с позиции работы, здесь может быть реструктуризация вашего предприятия, увольнение, переход на новую работу. С позиции здоровья, ситуация восстановления, либо трансформации. В плане финансов, может быть ситуация кризиса и застоя. Давайте посмотрим, чего это касаться будет. По шестерке жезлов, это будет касаться либо переезда, вот вакуумная трансформация, переезд, например, на новое место жительства, либо возврат куда-либо, да, возврат на родину. Либо это будет касаться работы. Например, если вы безработный, тем более найти работу, либо устроиться на более благоприятную работу. В плане негатива, что вам здесь падает? Туз кубков. Ну, туз кубков, то, что вы будете действовать на эмоциях. Новое дело, новое начало, здесь, возможно, новые отношения. Почему в плане негатива? Потому что эмоционально вы пока еще к ним не готовы. Вот это вот ваша сильная гиперэмоциональность либо гиперэмоциональность может повлиять на взаимоотношения с близкими либо на ведение ваших дел. Из позиции совета, о чем вам говорят карты, вот видите, знаете, будьте все себе, сосредоточьтесь на себе, вы как-то попытайтесь сопоставить все за и спротив. Карта отшельника, это, знаете, попытки самоанализа, покопаться в себе, определиться, что вам нужно и как вам действовать в дальнейшем. То есть, как говорит карта, действуйте с позиции опыта, мудрости и будьте крайне осмотрительны. Так, теперь у нас водолея. Итак, водолеи. Позитив недели, негатив недели, совет от карты, позитив недели. Так, ну, по позитиву недели здесь либо будет внесение ясности, не знаю, в рабочем плане, в плане взаимоотношений, для кого-то будет крайне напряженное общение, возможно, даже разрыв связей, партнерских отношений и так далее. То есть, отсечь не нужно, но для вас это обернется благоприятной стороной. Плюс, по тузуничей, это, знаете, то, что, как вам сказать, будет прояснение, будет много разговоров, выяснение взаимоотношений. Это когда вы будете проговаривать все свои обиды, недовольства и поймете, что здесь было так или не так. Будете отсекать ненужные связи. В плане негатива вам здесь падает перевернутая шестерка кубков. Ну, как говорит карта, вот, если вы пытаетесь наладить особенно прошлые взаимоотношения, видите, это погружение в ностальгию, это желание примирения, восстановления прошлых связей. Не делайте этого. Знаете, как вот по типу разбитую чашку не склеишь. Хотя бы вам бы, например, очень этого хотелось. Это все-таки если с позиции отношений. Если же с позиции работы, то это, знаете, как нечего ловить, например, на старой работе. Например, я понимаю, что сейчас вы можете зависимо быть от этой ситуации в плане материального положения, но как бы карта вам уже подсказывает, подыскивайте себе что-то новое, потому что здесь не перспектив карьерного роста, не личностного, не финансового. Ну и с позиции совета, вот ситуация двойственности, ситуация выбора. То есть, например, выбор, простите, между старыми и новыми отношениями, между старой и новой работой. Несколько вариантов. И как вам говорят карты, пока балансируйте, пока выбирайте. Выбирайте, то есть вы сможете все совпоставить и сделать верный выбор. Так, ну и рыбки, наши дорогие рыбки. Что же у вас здесь? Итак, ой, карты сами убегают. Позитив недели, негатив недели и совет от карты. Итак, на позитив недели туз кубков. Ну, рыбкам свойственно, крайне эмоциональный. Новые начала, новые возможности, новая влюбленность, примирение, либо творческий проект, ситуация зачатия, деторождение, либо в целом, ну, по тузу кубков это все, что вам принесет массу удовольствия и радости. Ну, естественно, для вас это будет позитива в неделе. С позиции негатива, что же здесь? Это цепляние, знаете, как излишнее чувство собственника. Вот, знаете, ограничение чего-либо. Если у вас новые отношения, то все, мое, ни с кем не общайся, никуда не ходи, ни на кого не смотри. Если с позиции работы, это, знаете, желание не только укрепить свой авторитет, удержать его, но и каким-то образом взрастить, не знаю, вот всех коллег собрать вокруг себя, выстраивать какую-то оборону, какую-то, знаете, как защиту, заблаговременно готовиться. Но на самом деле не стоит вам сутиться, потому что это будет неверная линия поведения. Ну, из позиции совета, о чем говорят карты, по королеве жезлов, для мужчин проиграется. Это женщина огненной стихии, овен, лев или стрелец. Или же в целом эта карта может показывать, как для мужчин, так или для женщин, взаимодействие с таковой женщиной. Если не брать во внимание именно персонализацию, карта говорит о вашей энергии, вашей трудоспособности. Здесь больше может для вас порыграться в плане работы, то есть и повышение, либо новые проекты, либо новые перспективы, либо работа новая. То есть все то, во что вы будете вливаться с полным энтузиазмом, потому что энергия в вас так и кипит. И, соответственно, вы все будете делать для своего благополучия. Искренне вам этого и желаю. Вот таким у нас вышел прогноз для всех знаков зодиака. Пусть это неделя для вас будет только благоприятной и плодотворной. Буду вам признательна за обратную связь. Пишите, пожалуйста, в последствии, как у вас проигрываются либо не проигрываются расклады. Напоминаю, что многим нужно смотреть и не только по знаку зодиака, но и по асценденту. Для тех, кто желает получить личные консультации на платной основе, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Я искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч.